Всем привет, дорогие друзья! Я давно хотела поделиться своим опытом отлучения малыша от грудного вскармливания и постараюсь кратко изложиться, поэтому изложиться, поделиться своим опытом. Я кормила малыша грудью первые 6 месяцев только выкрутным молоком, потом мы начали постепенно прикорм, начиная с, по-моему, овощных пюрей, потом фруктовые, немножко кашек, в общем, потихоньку-потихоньку, и где-то с месяцев 7, нет, с 9-10, я стала прям убирать кормление грудью и заменять их вот такими пюрешечками, обычно я их делала дома, скорее, как-то они не продаются сильно, как в России, например. Вот, и помню, так, к 9-10 месяцам у нас оставалось 3 кормления грудью, днём, в обед и вечером, и в промежутках были вот эти вот шаловичные пюрешки. После года, помню, я решила, что всё, я понимала, что я дала всё, что было в моих, опять же, силы дать своему малышу с грудным молоком, в плане желания это делать. Вот к году мне как-то при мне захотелось снова не носить бра, лифтик, как-то чувствовать себя более свободно, и опять же, вот эти все гормональные волны на мне очень сильно отражались, по крайней мере, я это чувствовала внутри себя, поэтому после года решила, что нужно постепенно это прекращать, опять же, постепенно, не, сразу раз нету, и ехать там на несколько дней. Такой вариант я не рассматривала, почему? Потому что в своё время мама меня отучила так от груди, но в то время не было возможности, как у нас сейчас, почитать разные мнения, информацию по этому поводу, какие есть методы, поэтому она посчитала, что в 2 года всё, она уже устала меня кормить грудью, и я понимаю мамочку свою прекрасно, тогда у неё, как раз, была операция, по плану, скажем так, и вот это вот, мне кажется, из-за этого резкого прекращения кормления грудью у меня появилась большая тревожность по отношению к маме потом, то есть в возрасте там, не знаю, лет 7-10, если бы мама куда-то уходила, мне всегда казалось, что с ней что-то плохое может произойти, что она исчезнет, что что-то произойдёт, и я никогда этого не понимала, то есть откуда у меня возник этот страх, потому что родители мне оберегали как могли, и давали всю любовь, которую они только могли, но этот страх появился, и я думаю, что это связано в какой-то степени с таким резким прям прекращением кормления меня, кормления молоком. Вот. Поэтому я решила, что свой опыт хочу построить по-другому, благодаря опять же той информации, которую я могу подчихнуть в наше время через интернет-форумы, видео, вот. И постепенно, в возрасте, получается, год и месяц где-то, я стала стараться убирать у детей кормления ночью или перед сном. Иногда получалось, иногда нет. Иногда он плакал, и я внутрь и кормила его вроде. Но постепенно он стал понимать, что всё, как бы я стараюсь как-то ограничивать эти кормления. И потом мы, кстати, молоко корове, мы сраханули ему сыночку, никогда не нравилось. Поэтому мы его вообще как бы не предлагали. Иногда пытались, но ему он не нравится до сих пор. И вот благодаря Джастину Мумуру мы нашли соевое молоко здесь, стали кормить соевым молоком. И ему прям понравилось. То есть он мог выпить, например, бутылочку такую вот, ну, 200 мл перед сном. И уже забывать про кормление ночью к груди. Вот. Помню, для меня было очень сложно, конечно, и слёзы были, потому что я понимала, что вот у моего мужа хочется молока. Было вот это же чувство жалости, понимания к своему ребёнку. Но я понимаю, что я помню, плакала, плакала, плакала ночью, но его держала на руках, успокаивала как могла и старалась не кормить. Вот. Слава богу, это длилось это дня три, и потом он забыл уже о кормленном молоке. Вот. Сейчас до сих пор, ему у нас полтора года, и он выпивает иногда вот это соевое молоко перед сном, и иногда ночью, когда, например, поужинает лёгким ужином, иногда у него бывает аппетит, и сильно нет ужина, и тогда он ночью просыпается и вот просит соевое молоко. Вот, девочки, как-то так, поэтому в год и три мы перестали. Я перестала кормить грудью постепенно, поэтому у меня опять же молоко так постепенно как бы исчезало. А с года до года трёх я прям убирала вот так вот по одному кормлению. Девочки, держитесь, оно намного легче становится, когда, по крайней мере для меня, и само ощущение изменилось к лучшему, когда я перестала кормить грудью. Вот. Спасибо большое, что следует, что смотрите, что интересуетесь. Надеюсь, эта информация вам пригодится, опыт. Я с вами. Держитесь, всё будет хорошо, девочки. С каждым днём, по крайней мере для меня, месяцем материнство становится легче и легче. Люблю. Пойду к своему сыночку, а то он, наверное, скоро уже проснётся после своего сончаса. Спасибо, что остаетесь. Попробуем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.